приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы рассмотрим воскресное евангельское чтение из евангелия от матфея с 8 главы это событие которое называется исцеление слуги капернаумского сотника итак начинаем читать когда же вошел иисус в капернаум к нему подошел сотник и просил его господи слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает спаситель посещал города селения везде он проповедовал благостал евангелие вот он посещает капернаум причем часто капернаум называли горным христовым потому что именно там он приложил особо много сил для проповеди и вот тут вдруг неожиданно подходит к нему сотник а ну сейчас то нам как бы это все кажется само собой разумеющийся вот раз господь то к нему должны подходить а дело-то в чем дело в том что вообще-то вот сотники к спасителю не подходили и вообще легионеры римские почему-то потому что режим на самом деле он оккупационный и вот у иудеев своя так сказать внутренняя жизнь а римские легионеры они у них своя жизнь они привлекаются в нужный момент они где-то там вот следят за каким-то порядком пресекают попытки вооруженных восстаний и всего там конечно 10 когорт по моему было а может быть и больше но так или иначе вот сотня римская это основное такое воинское подразделение которое решает основные задачи и поэтому сотник это такой командир который он не 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 над войском да то есть не такой генерал которого солдаты никогда не видят он вместе с солдатами он отличается мужеством определенной жесткостью римские легионы в них строжайшая дисциплина в случае неповиновения наказывали смертью и поэтому сотников римских и них невозможно было ну заметить в каком-то излишнем человеколюбие расположение к ближним и тут вдруг оказывается что этот сотник он в нем милосердие вообще вот прямо скажем что вот этого сотника у него было три добродетели это милосердие смирение и вера и откуда это появилось трудно сказать но душа человеческая она всегда таит себе много неизвестного и у каждый человек он свой личный отклик являет на призыв божий и вот этот римский сотник который из язычников из римских легионов который понимает что он как бы за пределами этого богоизбранного народа он вдруг подходит ко христу и просит обращается к ним но просит он не о себе вот это тоже удивительно то есть он просит не о себе а о своем слуге который болел в этот момент вот это его отзывчивость милосердие он забыл про себя и просит о слуге вот это его очень значимая духовная заслуга перед лицом господа и значит сказано что что вот слуга его лежит в дома в расслаблении жестоко страдает поэтому он говорит господи он даже еще ничего не просит а он как бы говорит просто что вот у меня болеет слуга иисус говорит ему я приду и исцелю его то есть спаситель как сердцеведец видит нас внутренний настрой этого слог этого сотника и он тут же ему говорит что вот я приду и исцелю его а в чем здесь еще особенность с точки зрения иудеев входить в дом к язычнику это значит осквернять себя поэтому когда судили самого господа то не решались входить в дом к пилату что боялись себя осквернить а там праздник пасхи же приближался не могли в нем тогда участвовать и вообще соприкасаться с язычниками для иудеев считалось делом нечистым а спаситель невзирая на это говорит что я все равно приду исцелю твоего слугу который находится у тебя в доме то есть спаситель выше этих ритуальных мелочных предписаний но как отвечает сотник сотник же отвечая сказал господи я не достоин чтобы ты вошел под кровь мой но скажи только слово и выздоровеет слуга мой вот здесь мы его уже видим во первых еще одну добродетель это смирение неожиданно вот эти сотни говорит что я не достоин чтобы ты вошел под кровь мой то есть вероятно вот этот сотник он конечно же уже за какое-то время отрешился от языческих представлений он расположился к истинной вере вот как дополняет евангелист лука именно этот сотник построил в капернауме синагогу и там сказано что он любит народ наш так отзываются учителя иудейские вот он значит уже отошел от язычества он построил синагогу и кстати остатки этой синагога синагоги были откопаны благодаря археологическим изысканиям и до сего времени вот они сохранились вот эта синагога которая выстроена была вот этим сотником удивительная находка и вот этот сотник он проявляет смирение он он видит что христос может его слугу исцелить но говорит что я не достоин чтобы ты вошел под кровь мой а вот дальше уже его глубокая вера удивительная вера которая наполняет его сердце но скажи только слово и выздоровеет слуга мой ибо я и подвластный человек но имея у себя в подчинении воинов говорю одному пойди и идет и другому приди и приходит и слуге моему то есть вот этому который парализован в данный момент но когда-то он был здоров и слуге моему сделай то и делает и смысл здесь какого что сотник верит в такую чудотворную христа что спаситель одним словом может исцелить его слугу если иудеи они искали прикоснуться ко христу да бывало так что они теснили со всех сторон спасителя вот желая как бы физически чуть ли не отнять у него его божественную вот эту силу забрать чтобы она их исцеляла как бы помимо самого христа то здесь необыкновенно благоговейное отношение господу я вот недостоин но ты вот я верю что ты можешь это совершить вот и скажи только словом а господь действительно одним словом сотворил наш мир то есть господь словом творит все что мы видим все мироздание видимое невидимое мироздание и слово божие оно становится воплощенным делом и сам сотник сравнивает как бы даже со своими простыми распоряжениями что вот я говорю такому-то вот своему воину пойди сделай он делает а тем более ты который повелеваешь стихиями то есть в каком-то смысле вот этот сотник он прозревает во христе самого бога и верует что спаситель управляет стихиями а это божественные силы услышав сие иисус удивился и сказал идущим за ним истинно говорю вам и в израиле не нашел я такой веры и вот эти слова спасители они тоже весьма значимы во первых мы тут что встречаем что иисус удивился вот в евангелии всего лишь дважды насколько я помню встречается удивление христа то есть вообще его как бога удивить невозможно господь и так все ведает видит все что происходит в этом мире но здесь он отражает свои человеческие чувств вот как он что он испытал как человек да он бог но он бог воплотившийся воспринял наше человеческое естество с нашими чувствами и вот в своей земной жизни он удивлялся дважды во первых сказано когда спаситель видел неверие со стороны иудеев и мы там читаем что и дивился неверию их то есть удивлялся их неверию и во второе удивление это когда вот как бы в противоположность вот этому неверию иудеев он встречает веру со стороны язычника вот этого жесткого римского легионера но может быть он и не был таким жестким раз он тем более милосердие проявляет своему слуге но все равно вот и он как бы не иудей он язычник и спаситель удивляется его вере сотник верит что христос одним словом исцелит его слугу поэтому говорит что истинно говорю и в израиле не нашел я такой веры и действительно спаситель среди израильского народа веры такой не нашел и в связи с этим господь предсказывает говорю же вам что многие придут с востока и запада и возлягут с авраамом исааком иаковом в царстве небесном а сыны царства извержены будут во тьму внешне там будет плач и скрежет зубов вот это достаточно такое жесткое предсказание спасителя о том что сыны царства извержены будут во тьму внешнюю царство какого царство иудейского царство израильского то есть некогда богоизбранный народ низвергается вон тьма внешне или по-славянски тьма кромешная да то есть когда мы говорим кромешная тьма то есть совсем никаким даже вот маленьким лучиком не освещаемая тьма беспросветная тьма да а внешне что значит тьма если в русском переводе то есть как бы вне вне царства света когда кто-то лишается света вот это собственно есть тьма это тьма адского царства как непричастного свету райского божия царства и к сожалению вот те кто были призваны к царству они отвергнув самого христа и вив вот это вот неверие которому спаситель тоже удивлялся они подпадают вот под эту внешнюю тьму и там будет плач и скрежет зубов это образ адских мук их нестерпимости когда нестерпимо плохо и больно человек скрежет зубами проливает слезы рыдает безутешно это образ адского отчаяния глубина ада есть глубина отчаяния а собственно суть этого отчуждения от бога то что только в боге подлинная жизнь подлинное райское царство это причастие господу и спаситель предсказывает что вот в противовес как бы вот этим от отвергшимся христа иудеям многие придут с востока и запада конечно спаситель имеет ввиду что вообще со всех сторон из севера и с юга мы находимся на севере по отношению к святой земле но многие пришли из юга и сейчас даже в африканских странах продолжается проповедь есть православная церковь в уганде да вообще во всех концах земли и вот многие придут и возлягут с авраамом исааком и аковом в царстве небесном а это образ райского пира торжества и у иудеев тоже было уже такое представление ну почему возлягут потому что трапезы праздничные да и вообще все трапезы они у них проходили лежа то есть мог быть небольшой такой вот невысокий столик накрываться и возлегали то есть тем самым отдыхали во время принятия пищи и это как бы трапеза райского царства где авраам исаак и яков то есть родоначальники богоизбранного народа призванного господом и тут вдруг получается что сыны царства то есть непосредственной потомки авраама исаака якова они не спровергаются оказываются вне вот она тьма внешняя а придут многие с востока и запада ну конечно с севера юга вот как этот сотник римский который являет вдруг такую веру такое смирение он говорит я недостоин и такое милосердие что он просит не о себе а просит о своем слуге и вот такие то придут и наполнит вот эту райскую трапезу возлягут то есть будут в покое райска вместе с авраамом исааком и аковом вот собственно главное ради чего и было совершено это чудо читаем и сказал иисус сотнику иди и как ты веровал да будет тебе и выздоровел слуга его в тот час то есть спаситель по вере этого сотника одним словом исцеляет его слугу слуга исцеляется в тот же самый час и в общем то это пример и для того как как мы должны молиться да то есть прежде всего не о себе а своих близких не так что вот мне все время подай подай а прежде всего увидеть своих родных своих знакомых которые страдают какими-то недугами или тяжелых жизненных обстоятельствах и вот такая молитва она имеет огромную силу как преподобный паисий святогорец говорил что самая сильная молитва это когда ты о себе вообще забыл и начинаешь молиться о ком-то другом при этом себя считать вот недостойным иметь вот это смирение как у сотника то есть я вообще не достоин чтобы господь посетил мой кровь лично мне являл какое-то чудо да но и в то же время молитва должна быть с такой верой что вот господи ты одним словом можешь исцелить и вот с такой-то верой нам и следует обращаться ко господу иисусу христу и таковы уроки вот данного евангельского зачала дай господь нам всем уяснить все это и являть своей собственной жизни с воскресным днем вас дорогие братья и сестры храни вас боже внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео